Вот кадры дома номер 52 на Касимовском шоссе после дождя, который прошел в Рязани в эти выходные. Заливает не только девятый этаж, вода доходит до первого. Я вот живу на втором этаже. Я пришла, ушла в магазин, прихожу, у меня потоп, льется и холодильник, и прихожка, и стиральные машины, и электросчетчик. Залило потолки, залило полы, подвинули он теперь кругом сырость. Как от этого уйти, как избавиться, я не знаю. Это вот через несколько дней начнет гнить, переть, вонять, появится плесень, и что с этим делать вообще нет. Никому не представляется вообще какой-то выход. Обращались не раз в нашу управляющую компанию. Сначала я обращалась в устной форме, потом в писемной, потому что при обращении в устной форме они говорили только одно. Заявка ваша принята, но никаких действий сделано не было. В этом году пришли, постелили клееночку, сказали, ремонт был произведен. Все равно все течет, течет непосредственно с крыши, с ливневки, как видно здесь. Все это происходит в счетчике, в электричество. Реально страшно проходить домой. Огромные лужи около квартиры. Постоянно приходится прогонять веником, сливать на соседние этажи, потому что все убрать тряпкой даже не получается. Алла Федоровна Гатина рассказывает, что в дом 52 на Косемовском шоссе она заселилась в 79 году. С этих пор в ее квартире периодически заливают потолок и стены. Вот смотрите, здесь как течет вода, такие ручьи и так бывает каждый год. Это возмутительно. Писать заявление в управляющую компанию жильцов дома уже вошло в привычку, потому что их квартиры заливают регулярно. Анатолий Гатин говорит, что обращался к диспетчерам и главному инженеру совсем недавно, буквально неделю назад. Я встречался с инженером по крышам, Драчук Юрий Анатольевич. Он нам обещал быстро отремонтировать, но закончился год 17-й, начался 18-й, а результат все остается старый. Оксана Михайличенко показывает, что в квартире на потолке у нее появилась плесень, никак не может ее вывести, потому что как только начинает ее устранять, потолок и стену в квартире снова заливает. А ведь женщина начала делать ремонт. А как вот чуть-чуть потеплее, снег начинает таять и все, и полилось. А весной, когда он тает, это вообще кошмар. Мы раньше вот ребята, мужчины, лопатами сами снег скидывали с крыши, чтобы не протекал крыш. Надо сказать, что управляющая компания лет 10 назад, после заявлений жильцов, помогала переклеивать людям испорченные обои. Но вот вопрос с крыши до сих пор остается открытым. Мало того, после дождя в одном из подъездов отключили лифт, потому что вода попадает и туда. Теперь жильцы ожидают, когда устранят и эту неполадку. Возвращалась в РосЖКХ, по интернету отправляла заявку, пришло письмо с прокуратуры, что мое заявление рассмотрено. И ждем каких-то дальнейших действий от нашей жилищной управляющей компании, потому что действительно в таких условиях жить просто невозможно. Мы обратились в компанию, которая обслуживает дом 52 на улице Касимовское шоссе. Это Рязанская МПМК номер 3. Там нам ответил инженер Надежда Антипова. Устранят ли в ближайшее время все неполадки, покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Олеся Котровская, Олег Парамзин, телекомпания «Город».